Все мое, на самом деле, имущество, помимо бизнеса, это машина. Ты приехал на самокате. Да, и самокате. Про машины рассказываешь. Ребятушки, всем привет. Мы решили потестировать формат ламповых эфиров сегодня впервые за пределами студии. Посмотрим, что из этого получится, насколько ламповый будет эфир. Но, вы знаете, есть два компонента основных в ламповых наших эфиров. Это классный веселый собеседник и вино. Вино нам обещают, классный собеседник уже есть. Женя Лавренюк. Что, ты не уверен в себе, да? Не уверен, что классный и веселый. Будем из тебя доставать. Евгений Лавренюк, кофаундер Dream Hostel, Улис. Что еще у тебя было в твоей карьере? Вот этой точке тоже. Да, наш первый проект это Dabba.ua, самый популярный сайт по посудочной аренде квартир. Это чтобы перепкнуться, да? Ой, извините, чтобы снять... Чтобы снять исключительно в благих намерениях, в благих целях. Провести деловую историю. В любых, да. Ты можешь делать все, что хочешь в квартире. Так, будем знать. Потом были хостелы. Мы построили самую большую сеть хостела в Восточной Европе. Круто, а сколько было в пике? Было 12 объектов и 5 стран. И это уже самая большая считается? Да, потому что, по сути, там не так много конкурентов. Сетевых, да? Да, да. Мы делали большие объекты. И в 2020 году часть из этих объектов в начале этого года до пандемии мы продали. Успели в последний... Поддерживаете отношения с теми, кто купил? Да, мы им еще хотим продать. Они не все купили. Они не поняли, что происходит. Они перестали отвечать. Типа, купили и что-то не зарабатывают. Наверное, надо еще купить. Слушай, мы сейчас находимся в Киеве. Тут большой движ. Просто потому, что Евгений с партнерами являются инвесторами в этой истории. Как это называется? Такой сайт-проджект. Мы попробовали себя в роли инвесторов. Так. Твой первый инвестиционный проект? Уже не первый, но такой публичный первый. Да. Называется Reuters Circle. Мы под... Reuters Circle. Если будете искать, будет проще. Да, Reuters Circle. Reuters Circle. Circle, как сроку. Круглое здание. Оно изначально было круглым. Мы его купили на аукционе арестованного имущества. Никто не хотел покупать. Мы были аж одни желающие. Все нам говорят, как вы выгодно его купили. Но на самом деле особо конкурентов у нас не было. А что? Ты разглашаешь какие цифры? Да. Мы купили за... Пум-пум-пум. Примерно, если в долларах, 420 тысяч долларов стоило здание. Тут 370 паратных метров. Мы зайдем еще внутрь. Ты расскажи историю этого места. Да. Это часть одного большого комплекса вместе с этим большим зданием, которое оно против нас. Андрей, покажи, что происходит. Да. Это поликлиника Союза художников. Ага. Под низом нам сейчас не видно, но там оно соединено проходом, эти два здания. И пациенты ходили сюда принимать всякие процедуры. Там душ-шарко, там все эти дела. Это было очень прогрессивное здание на тот момент. И даже сейчас... Не знаешь, оно напоминает офис Apple. Я думаю, что они уже... Не, на самом деле это считается памятником советского постмодернизма, если я правильно помню архитектурный стиль. Его сейчас хотят внести в список памятников архитектурного наследия. А вы его не успели исполнить? Мы его, наоборот, восстановили. То есть здесь до нас предыдущие собственники сделали из него такой грибочек в виде какого-то средневекового замка. И тут был Спа-Сабина. Мы пытались это все вычистить и восстановить первозданный архитектурный стиль. Более того, мы даже с архитектором этого здания, Владимиром Шевченко, который в 80-х годах они это делали, мы консультировались. Он принимал участие в том, чтобы преобразить его под нашу функцию. То есть мы максимально старались... Молодцы. Придерживаться от этих всех вещей. Вроде как получилось неплохо. Полтора года мы мучились, мучились и вот, наконец, построили. Но вы это сделали для чего? Вы это сделали, чтобы в аренду сдавать? Да, это... Ну, то есть... Ну, типа проект на 7, 8, 10... Слушай, я, получается, там 12 лет занимаюсь предпринимательством. Все мои деньги там. Я живу в арендованной квартире. У меня машина там, которая... Ну, то есть все мое, на самом деле, имущество помимо бизнеса, это машина. Какая? Ты приехал на... Да, я приехал на самокате. На самокате. Да, и самокат еще. Про машины рассказываешь. Машина пока не доказана. Вот. Я в какой-то момент, когда у меня появилась семья, появилось двое детей, подумал, что как-то слишком рискованно все всегда вкладывать в бизнес. Вот. А покупать квартиру себе для жизни, я посчитал, это было неинтересно с точки зрения доходности. Когда есть даба-юэй. Да. Я себе придумал идею построить полностью пассивный доход, который бы покрывал на 100% все мои... Расходы. Расходы, да, ежемесячные, и который бы не был связан с моим бизнесом. Таким образом, я бы в бизнесе делал все, что хочу, я бы не был привязан к дивидендам, которые мне надо доставать оттуда. И так вот, как бы шаг за шагом, где-то там 3 года назад, я начал потихонечку откладывать деньги, инвестировать их вне бизнеса. Вот. И вот в какой-то момент мы пришли к этому зданию. То есть это один из таких кирпичей пассивного дохода, который я сейчас пытаюсь создать. Ну, так как весомых уже кирпичей. У нас здесь пятеро партнеров в этом здании. Все с такими целями пришли? Плюс-минус да. Плюс-минус да. Ну, потому что как под аренду бизнеса-то еще раз, окупаемость сколько? Ну, в этом случае это будет окупаемость около 8 лет. Но, опять же, если мы сейчас его продадим, это здание, то мы заработаем на девелопменте уже очень хорошо. То есть вы его инновацией занялись, да? Да, да. То есть сейчас у него получается очень хорошая доходность. И тот, кто его купит, он уже сразу же с первого дня будет получать себе доходность. И, ну, как пассивный доход. Это очень-очень крутая штука. Недвижимость в центре города, которая, скорее всего, будет расти в цене. Недвижимости в центре города больше становиться не будет. Центров тоже становиться больше не будет. Поэтому это ликвидная история. Ты все знаешь. Круто. Сейчас небольшой спойлер. И потом пойдем погулять. Мы с Женей записывали первое интервью в Варшаве. Оно не вышло на канале у нас. Может, кстати, найдем его в архивах и покажем. В здании бывшего борделя. Но все детали немножко позже. Пойдем покажем нам, что здесь происходит. Значит, здесь сидят ребята довольно известные. Это японский привет. Комета. Какие-то вот еще ребята. Это ребята, которые делают кофе. Это сетевые или нет? Все не сетевые. Привет потихонечку становится сетевым. Но пока еще 4 у них объекта. Можно сказать, что не все еще крафтовые ребята. Так, это фуд-холл, да? Мы до сих пор не знаем, как это правильно назвать. То ли это фуд-холл, то ли это какое-то гастро-пространство, то ли это какой-то гастро-маркет. Но здесь под одной крышей собрано 5 арендаторов. Два ресторана. Комета, пицца и японский привет. А внизу кофейня. Они прямо там обжаривают кофе. Пекарни, десерты, марчинка и винный магазин. Да, ребята делают пиццу в нью-йоркском стиле. То есть они изначально готовят пиццу с макаронами. Они готовят пиццу, а потом ты заказываешь кусочек, они ее подогревают еще раз все-таки раз. За счет этого она получается хрустящая. Целый кусок держится в руке, не распадается, как в Нью-Йорке. Да, но мы потом закажем. Мы посидим в стандартном нашем режиме, пообщаемся. То есть это по слайсам, да? Да, да, да. Ты можешь заказать целую, но в целом идея такая, что ты заказываешь по слайсам. Когда сюда попадает человек, он сам идет куда хочет, да? Он идет куда хочет, он выбирает то, что ему нравится. В будущем у нас еще будет терраса на крыше. Там, возможно, еще добавится бар. Здание круглое. Здесь абсолютно нет углов. У нас здесь посредине, ну да, нет ни одного угла. Вот я заметил один угол. Да, это прикольная форма. Интересная история с этим. Да, да, сейчас расскажешь. С круглыми зданиями тяжелее работать, чем с квадратными? Невероятно тяжело, потому что все решения, какие-то даже технология, оборудование, которое ставится на кухне, оно же все прямоугольное, все квадратное. И получается тебе сложно даже просчитать, как это все сделать. Надо все делать на заказ. Это реально неудобно. Это дополнительные косты. Это куча времени. Круглое все. Ну, такие, со скруглением. Ну, надо как бы расставлять эту всю историю, да, и где-то там между углами как-то продумывать, как оно там будет все спиливать углы. Да, составляться. Так, что с деревом у тебя? Дерево. Мы с самого начала у Марка, который наш сейс собрал, нас тут пятеро инвесторов, но главный инициатор это Марк Вилкинсон, швейцарец, переехал в Киев не так давно, и он очень любит этот район, но очень хотел найти какое-то место, где бы он мог реализовать свои идеи. Он придумал эту концепцию, мы ему помогали, естественно, но основная идея его. В центре этой концепции должно было быть дерево, которое растет как элемент живого, чего-то живого внутри. И изначально мы выбрали трехметровое дерево, посчитали его бюджет. И оно было в бюджете, оно достаточно дорогое, потому что это специальное дерево, которое может расти внутри помещения, но в Украине их нет. Это, по-моему, называется черная олива. Оно выросло во Флориде, было куплено в Нидерландах, и сюда доставлено из Нидерландов. Это дорогая история, но мы посчитали, что нам три метра хватит, потому что три метра оно постепенно будет расти, вырастить, и все будет замечательно. Промьет крышу. Да. И уже перед тем, как его заказывать, собирая информацию, мы вдруг узнали, что эти деревья в помещении растут на 2 см в год. То есть, чтобы оно достигло высоты в 5 метров, как нам нужно, нам должно было пройти 100 лет. Мы бы вряд ли вообще это увидели, даже наши внуки не факт. Математика, это не ваш конец, да? Да, и типа, нет, как раз мы тогда задумались, просто не знали вот как раз эти особенности, да? Это вы не купили его? Не, не купили еще. Оказалось, что 3 метра это вместе с корнями и с каткой, то есть, по сути, это 2 метра, на самом деле, дерево. Человеческого роста, да? Да, и нам пришлось вместо 3-метрового заказывать 6-метровое, которое оказалось там в разы дороже, но мы решили, что оно того стоит, потому что так ты сейчас заходишь, сразу видишь крону, у тебя создается очень классное, приятное впечатление. Это уже второе, кстати, дерево, которое мы снимаем на канале. Первое было у Кенигштейна в Арсенале, Creative States. Конкурируете, да? Вообще не конкурируем. Вы не делаете хаворкинги? Нет. Слушай, я знаю, здесь есть классная локация крыши, мне понравилось в прошлый раз внизу, там есть такие живописные места. Внизу есть еще интересное место, там же был у нас спа, и там остался бассейн. Да. И ребята прямо в бассейне сделали посадку. 20 лет назад здесь плавали такие толстенькие дяди. А еще 20, полтора года назад. Еще работала, она функционировала? Здесь работала, она функционировала? Да, да. Я думал, она заброшенная была? Нет, все функционировало. Здесь была спа, Сабина она называлась. Люстра. Да. Но это уже все работа наших партнеров-арендаторов. Вы как-то отбирали, типа там, что вы будете здесь делать? Да, у нас было несколько концепций, наверное, 3 или 4 концепции поменялось по ходу. Около 30 потенциальных арендаторов было в списке. То есть у вас серьезный был конкурс? Очень серьезный, да, очень много желающих было. Потому что такое, все понимают потенциал этого места, потенциал этого района глобально, и то, что это место сейчас стало центром района. А что происходит? Я знаю Пропадол, я знаю Печерск, ну там, центр города, а здесь это Ярославово-Вал, Рейтерская. Вот это треугольник, который, да, получается от Золотых Ворот к Ярославово-Валу, по Рейтерской, к Львовской площади и к Байданах-Меницкого. А это сейчас такой центр современной культуры Киева. Мне мои молодые коллеги в офисе говорят, здесь хипстеры собираются. Ну, назовем это, можно назвать хипстерами, можно назвать это креативным классом. То есть все, все то, что сейчас там как-то драйвит творчески Киев и его развитие, и Украина может быть в целом, но сосредоточено здесь. Ну, это тут получается еще и маленький магазинчик, да? Да, магазин вина. Давайте возьмем вот этот вот. Это что у нас? Это Италия, это пятнат. Полуигристо? Полуигристо, да. С осадком? С хорошим осадком, кажется, но это дедовский метод симпонизации. Дедовский? Да. Это что, пиво? Это кофейная камбуча. Очень прикольный напиток. Можно сказать, уникальный. Это же ваш уникальный, да, напиток? Да. Кофейная камбуча? Кофейная камбуча. Так, ребят, я купил вам венца. Значит, мы его разыграем в самом конце. Но дождитесь, собственно, выпуска, окончания, чтобы я вам рассказал условия конкурса. Это камбуча, да? Это кофейная камбуча, да. Это уникальный напиток ребят из нашей кофейни. Ну, не из нашей, из тех, кто у нас трендует. Много интересного происходит в кофейнях. Там, я недавно видел пост кого-то, что сейчас нужно заново учить эти названия кофе. Там, V60, там, какие еще есть, такие всякие. Мне вообще кажется, что мы скоро начнем опять пить растворимый кофе, потому что все как-то... Будет? Да, да, да. Все захотят что-то, чтобы стало проще. И мне кажется, растворимый кофе опять будет в фаворе. Да, здесь японский привет. Это харьковская сеть, да? Ой, не харьковская. Почему? Наши киркиляния, да? Здрасте. А когда украинский привет будет? С борщом. Концепция такая, что, в принципе, у всех. Маленькая площадь. Здесь нет какого-то якорного арендатора. Все как-то в тесноте, да не в обиде. Чтобы, знаешь, было всегда ощущение, что здесь всегда есть жизнь. А так же. Ух ты, класс. А как в него играть? Слушай, ну мы сейчас забипнем, мне кажется, на Тамагочи, и все интервью пройдет. Там кормить же как-то надо, да? Да. Тише моя. Это ж, ребята, это PlayStation из 90-х. Спасибо. Спасибо. Ну, удачу. Смотри, вам, получается, не нужно было иметь там большой экспертизы в общественном питании или нужно было? Вы же никогда не занимались питанием, да? Решили идти в проект, который, по сути, является домом для ресторанов? У нас же есть проект «Друзья кафе». Ммм. И мы уже 9 лет. И urban? И urban 500? И urban 500, да. То есть твой любимый проект. Мой любимый. Да. Сложный проект. Про него, наверное, отдельно. Поговорим, поговорим, да. Да. Мы рассматривали как бы с двух сторон. С одной стороны, насколько эта история ложится сюда, насколько она добавит ценности. А второй момент, насколько... Потому что мы же хотели здесь не сетевые проекты. То есть мы хотели такую максимальную крафтовать. Ну, да, да. Насколько ребята смогут все-таки это реализовать. Потому что, ну, как ни крути, но как-то начинающий предприниматель, то не всегда все может... Я хочу тамогочее давать детям, да, типа. Поэтому мы пытались найти таких предпринимателей, которые, с одной стороны, не новички в этом деле. То есть это не есть стартапы, а с другой стороны, они все еще находятся в таком состоянии крафтовости, да? Какой-то эксклюзивности, индивидуальности. Прикольно. Пошли на крышу? А на крыше что предполагается? Это, думаю, зона... На крыше будет терраса. Там будет, главное, посадочная зона. Возможно, в дальнейшем мы добавим бар. Ну, такой легкий бар, то есть не шумный. Мы стараемся уважать наших соседей. Художников, да? И их пожелания. Вот. А, кстати, да, здесь очень близко находится барабан. Очень близко мой дом, да, да. Ну, да, тут ребята голодеть, конечно, будут нормально. Ну, слушай, оно вообще в таком несчастном состоянии. Андрюх, покажи балкон этот. Он, вот, этот кусок, мне кажется, он скоро упадет на балкон ниже. На балкон ниже, да. Там для этого, видишь, швабра стоит, чтобы убрать его еще ниже, скинуть. Не было проблем с шлицами? Было. Ну, я не помню ни одного проекта, где бы у нас не было каких-то проблем с соседями. То есть это и в любой стране. Хоть это Братислав Братиславе у нас, например, была соседка, которая, когда мы делали ремонт, прибежала и с большими такими щипцами перерезала нам кабель. Силовой? Силовой кабель, да. Она не боялась это делать? Я, мне кажется, ну, в нее было. То есть это нормально, абсолютно история. Везде всегда это. Соседи недовольны, когда в их распорядок дня, в размеренную жизнь приходит что-то, что... Культура. И бодраться. Мы все-таки больше приверженцы дипломатичного способа решения вопросов. Ну, в крайнем случае, бассейн, если что, водичка там возможно включить, да? Ну, пока у нас получалось договариваться. Хотя иногда, да, соседи действительно создают достаточно много... Проблем? Задач. Окей. Расскажи все-таки немножко об этом проекте. То есть ты своим основным, наверное, считаешь Dream Hostel, да, или нет? Нет, сейчас наш основной проект из Dream Hostel мы успешно вышли. У нас остался до сих пор до сих пор до сих. Я имею в виду в целом в своей карьере, вот 12-летней. Самая большая, да, самый большой проект. Мы его долго строили. Мы в конце пришли к логичному пути, к логичной точке завершения бизнесового пути. Мы продали объект стратегическому инвестору. У нас большая британская сеть, Сейвстейна называется, она листится на бирже. Они купили несколько наших объектов за 2,7 миллиона евро. То есть это была большая сумма сделки, большой для нас выход. В общем, все сложилось достаточно хорошо. Сейчас мы занимаемся новым проектом. Этот проект называется Ulysse. Давай немножко позже поговорим. Я понимаю, что не хочется возвращаться в Пошу, но учитывая, что это была самая большая сеть в Восточной Европе, это интересно. Вы как в эту историю попали? Почему хостелы? Ты посмотрел, что на язву Шабутина? Не, не, его вообще не было. Не было давно, да. Это был одиннадцатый год. Наш первый хостел мы открыли в 2011 году. Плюс-минус тогда он тоже начинал, я не помню точно. По-моему, в 2012-2013 году. Да. То есть мы занимались до этого 2 года онлайн-бизнесом. У нас был сайт DABA. Мы сами не программисты с моим партнером. У меня есть партнер Игорь Фарверов, с которым мы делаем все наши проекты. Мы сами не программисты. Мы закончили экономический вуз, учились вместе в одном университете, жили в одной комнате в общежитии. Родился проект DABA, достаточно успешный. Два года он уже жил, развивался активно. В принципе, все процессы уже были отлажены на том уровне, на котором мы их понимали. Мы не понимали, что мы туда можем еще привнести, а сидеть постоянно в офисе за компьютером нам было скучно. Нам хотелось какого-то жестяка, что-то такое, что ты можешь сам... По суточных арендах жестяка нету? А мы же не сдавали квартиру по суточной. Мы сделали площадку рекламную, на которой мы просто рекламировали объявления других людей. А какие были истории, связанные с вашими клиентами, которые доходили до вас? Историй было много, да. Условно, ты приходишь в... Собственник жилья приходит в квартиру, открывает дверь шкафа, а в ней сделан проход в соседнюю комнату. День назад его не было, да. Ребята расширили территорию, да? Бывало, что снимают квартиру на неделю, и за это время успевают ее якобы сдать еще трем-четырем людям. Я же правильно. Долгосрочно, которые потом приходят с чемоданами, а мы тут жить, как бы у нас договор. Историй много таких. Мы, зная об этих историях, мы не хотели туда идти, поэтому мы просто сделали рекламную площадку. Мы вообще не были связаны с бронированием. Мы даже бронирование через себя не пропускаем. Мы просто рекламируем объявление. И все. А, они сами... Ты звонишь на прямой владельца. Этот проект у вас до сих пор еще работает? Да, да, да. Он работает больше того, он до пандемии, он рос каждым годом. Мы, честно, хоронили его уже несколько раз. Ну, мысленно. А он все рос, рос и... Тут сволочь. Да когда ты умрешь уже? Не, ну, очень, да. Круто, круто. Классный проект получился. Нам стало скучно. Мы захотели какого-то вот прям оффлайна. Мы знали аренду квартиры посуточно, понимали, что это геморройно. Что-то близкое к этому были хостелы. Я в тот момент уже достаточно много путешествовал. И как студент и молодой человек, останавливался в хостелах, потому что было дешево, выгодно, прикольно. Потом понял, что в Киеве такого нету, и мы сделали первый объект. В январе 2011 года мы открыли первый хостел. Маленький хостел на 24 места. Еще работать? Не, уже закрыто было в квартире. Мы арендовали квартиру. Мы попробовали, потом там полгода мы поработали, мы поняли, что все классно, бизнес летит. У нас на носу евро 2012. Надо успеть сделать что-то большое. А, это из тех ребят, которые хотели заработать евро 2012? Ну, не, евро нам помогло, оно нас подтолкнуло. Так-то мы, у нас эта идея была и до этого. Просто евро нам дедлайн такой поставило жесткий. Мы нашли достаточно быстро большое здание на Андреевском спуске, сделали там ремонт. То есть мы взяли его в аренду, вложили туда все свои сбережения, понабирали долгов. Нам все равно не хватало. В итоге мы начали собирать бронирование на евро, брать предоплату наперед, инвестировать эти деньги, чтобы закончить хостел. Никогда не советую никому так делать. Но мы собрали таким образом около еще 60 тысяч евро, и нам как раз помогло это как-то закончить. Почему? Я помню просто эти времена тогда жаловались, что съемок квартир стоит каких-то невероятных денег в этот период. Просто ребятам нужно было достроить место для жилья. Да. Потому что у них оно было уже. Но это был рискованный путь. Ну и так мы туда попали, в этот бизнес. Он нам понравился. Он был достаточно инновационным на тот момент для Украины. И у нас как-то получилось сделать его хорошо. Мы в 2014 году получили премию, мы вошли в топ-10 лучших хостелов мира. Разрешу чего? Только на основании отзывов гостей. То есть это портал называется... То есть сервис, в первую очередь, да? Сервис, да. И какое-то общее понимание, чего вообще нужно гостям. Конечно, здесь еще большой фактор имеет страна, город, куда ты приезжаешь. Потому что в Киеве дешево он... У людей Киев постоянно ассоциируется с тем, что... Ну, не ассоциируется, а такой эффект был, особенно 10 лет назад. Ты не знаешь, что от него ждать. Ты ждешь такой депрессивный постсоветский город, а ты приезжаешь, и здесь, ух, прикольно. И недорого. И недорого. Есть что поесть, есть что посмотреть. Люди вроде доброжелательные, не такие, как ты себе их представлял. Угрюмые, серые, злые, которые хотят тебя всячески обмануть. И Киев тоже нам помогал делать хорошее впечатление на наших гостей. Слушай, а в этот бизнес сейчас есть смысл идти? В хостелы? Да. Сейчас так точно нет. Ну, то есть сейчас в пандемии... То есть вызывают только сети, вот типа таких ребят, которые купили часть ваших объектов, да? Ну, они тоже с трудом выживают, если честно. То есть им совсем... В Европе сейчас совсем сложно, потому что там долгое время были большие ограничения, и, по сути, все держались только на помощи от государства. Вот. В Украине нам чуть-чуть полегче, у нас все-таки есть внутренний туризм. Но тоже как бы мы... И не такие... Мы полтора года сжигали ресурсы. То есть мы ничего не зарабатывали, мы доинвестируем. Вот буквально там с июня, июля мы начали хоть что-то зарабатывать. Вот так вот сейчас. То есть нам повезло, что мы продались, у нас появилась какая-то финансовая подушка. Я не знаю, как бы мы выжили, если бы ее не было. Мы внезапно стали внезаконным. Ну, потому что вся идея хостелов построена на том, что ты делишь пространство общее друг с другом, ты социализируешь гостей. А это стало внезаконным. Нелегальный бизнес резко, да? Ты думал, занимаешься легальностью? Хуже ворделе ставить. Надо было. Они хотя бы прятаться умели еще. Они умели, они все было готово до этого, да. Круто. Так, вы вышли из этого, сейчас занимаетесь улицом. Ну, давай, наверное, сначала прогуляемся по крыше, покажем райончик. Покажи просто окрестности. Нас, зрители, уже успели запомнить. Это такой типичный двор старого Киева. Здесь какое-то посольство, да? Здесь вообще очень много посольств. По-моему, посольства то ли Норвегии, то ли Финляндии. Ничего такого синебелого, да. Финляндия, значит. Мне-то что-то показалось. А может и нет, ребята. Погуглите, посмотрите. То есть здесь у вас конкурентов нет. В общем-то, они все к вам ходят кушать. Хотя, я слышал, здесь много развивается. Ты меня, кстати, вводил в экскурсию. Да, да. Вот здесь кафе «Зигзаг» достаточно популярное. Там вон Яровал. Там очень много заведений. Но я думаю, что это всем нам играет на руку, потому что мы создаем большую точку притяжения на карте. То есть это не один ресторан, куда ты едешь, а ты едешь в район, в котором ты точно найдешь, как провести время. Кстати, общался недавно с одним ресторатором известным. Он тоже хочет сюда заходить с каким-то проектом своим. И тоже понимает ценность этого района развивающегося. Слушай, меня очень беспокоит этот, конечно, балкон. Я надеюсь, он обвалится не во время нашей съемки. Хотя ради контента. Да, выглядит. Сейчас кинем в него что-то. Это кошмар вообще. Домики. Главное, чтобы оно все не завалилось. Так, дом художников. Я эти, художников. Вольница для художников. Писателей. Писателей все-таки? Он сказал художников. Союз писателей. Может быть, но писателей. Я еще посмотрел на граффити, думал, это местные нарисовали. В общем, это союз писателей. Писатели, да. Все-таки. То есть, а они чем болеют? Они сидят, пишут. Что такое? Может, им нужен какой-то там творческий отпуск. Туннельный синдром? И они его находят здесь. Находили. В любом случае, она работала как поликлиника, союз писателей не так долго, потому что они там в 86-м году ее построили, да? А в 2000-м уже здесь был, были же какие-то офисы. Для понимания, значит, где Богдан Хмельницкого? Богдан Хмельницкого? Улица Богдан Хмельницкого? Нет, памятник. Вот там. Там, софия Киевская. Буквально 5 минут. Значит, что есть еще из известного? Ну, метро Золотые ворота. Да, Золотые ворота. Туда, вот там. Тоже 5 минут буквально. Там тоже что-то есть. Слушай, если честно, это самое известное место скоро будет. На самом деле, да. Многие знают. Я не знал, я вот об этом узнал. Мы с тобой в одном клубе, и ты рассказал реверская сёкла. Вот тут рядом у нас. Я не знал его существования. Прикольно. А многие у нас в офисе там прям, ну, знаем, да? Клево. Ну, как это, знаешь, широко известное место в узких кругах. В узких кругах молодежи, к которой я уже не отношусь. Так, вот, мне нравится еще вот это. Это что-то сушит. Кто-то что-то сушит. Наверное, кто-то что-то на скатерть пролил. Да, или скатерть. Улисс, это... Улисс. Улисс, извини, пожалуйста. Мы сами долго думаем, как правильно назвать. Это никак не переводится. Улиссс – это вот такое название, как оно есть, и ты можешь представить за ним все, что ты хочешь. Абсолютно разные ассоциации. Улисс, да, наверное, чаще всего? Ну, кстати, нет. Это далеко не самая популярная. Улисска? Ну, самая частая, наверное, Улисс, как в лес на украинском. А, Улисс. А, Улисс. Господи, видишь, я вообще туда не думал. Еще есть вариант, Улисс, есть такой роман, достаточно известный у Джойса. И вообще Улисс, это на латинском, это Одиссей. То есть, можно это ассоциировать еще с Одиссеем, как с человеком, который много путешествовал. У нас здесь нет монтажа в ламповых эфирах, поэтому давай покажем фоточку с Улисса. Такие домики, да? Да, домики. В лесу, где это находится? Эта локация конкретно находится в село Дудки, Вышгородский район. Это с севера, с запад от Киева, час езды от Киева. Классный большой массив леса. С одной стороны, с другой стороны у нас речка. И мы находимся на краю села, в котором живет аж человек 20. То есть, там максимальная тишина, очень спокойно. У нас были случаи, когда у нас гости снимали косуль, которые выходили к ним перед домом. Там вот место, куда ты поедешь отдыхать от города. Самый настоящий отдых от города в часе езды от Киева. Проблемы с седями были? С соседями? С 20 этими людьми. Были, были. Смотри, здесь у вас на... Ну, сейчас расскажешь об этом? Вот, у вас тут прям перечислены люди, которые... А что они сделали хорошего? Эти люди в той или иной мере участвовали в создании этого проекта. То ли советом, интервью и добрым словом, то ли инвестициями и там... А вот Петя Синегуб, собственно, сооснователь клуба Борт, в который мы с тобой входим. Ну, большинство этих людей, безусловно, участвовали в том, что они принимали участие там в разных наших дизайн-сессиях, в интервью, вопросах. Помогали нам понять, как это все выстроить, куда двигаться. Какие проблемы были с жильцами и с этими барьерами? Ну, все то же самое. Люди не хотят, чтобы их нормальный уклад жизни как-то менялся. Они боятся, люди боятся изменений. Они в курсе про право собственности, что можно купить землю? Конечно, все в курсе. Но когда ты построил себе дачу и думал, что здесь вокруг никого не будет, а тут вдруг начинает кто-то строится, и этот меняет твои планы, хоть это и по закону, но, наверное, ты не будешь, будешь не очень доволен. Это нормально, мы со всеми общаемся, мы искренне хотим не дистанцироваться от комьюнити. Одна из больших таких социальных миссий этого проекта, это не интеграция в пространство, интеграция в окружающую среду, не только в природу, но и в комьюнити людей, которые там живут. Потому что если брать типичные отельные, загородные комплексы, то они обычно как инопланетные базы, которые высадились в этом селе, отгородились забором. И там какие-то одни люди живут одного класса, толка и заработка, в селе живут другие люди. И они в лучшем случае пересекаются только тем, что одни ходят к другим работать, и то не всегда, часто вообще привозят из других регионов на работу. В нашем случае у нас нет заборов вообще никаких. И мы максимально за то, чтобы брать на работу местных, за то, чтобы интегрировать этот проект в само село. Вот мы там сейчас, например, разрабатываем там систему освещения и дорожных знаков, которые мы будем устанавливать в селе. Мы в дальнейшем хотим благоустроить... В следующем году мы тоже будем делать речку, чтобы там можно было в ней купаться. И это место, где можно будет купаться, оно будет общедоступным для всех. То есть мы не будем его как-то брать в аренду и огораживать. Оно будет общим для всех. Я не знаю, насколько это сработает, потому что очень много скеписа. И вижу, что у вас не получится, там будут местные сидеть, бухать, и вообще все сломается. Но посмотрим. То есть мы верим в лучшее, а как оно будет, посмотрим. Но будет плохо, значит, будем как-то адаптироваться. Это интересно. То есть вы пытаетесь изменить культуру конкретного места, уклад их жизни за счет каких-то таких штук, которые... Ну, наверное, да. Мы как-то меняем это к лучшему. Хотя, как сказать к лучшему? Сказать, что там какие-то дикие люди. У нас на самом деле один из больших вопросов был у наших потенциальных гостей. А как там без забора? Как с безопасностью? Как у вас безопасность? Нет же забора. Вот косуля пришла. Да, мы говорим, а что конкретно с безопасностью? То есть, ну что, что селяне побегут с вилами на вас там или что? Ну, то есть у людей действительно есть такое представление, что там живут какие-то дикие люди. Но они не дикие, они такие же, как мы. Там есть, конечно, как их там сами местные называют аватары. Да, такие люди, которые живут такой... Ведут полуживотный образ жизни. Но их там не так много, и они на самом деле очень безобидны. Большинство местных, такие же люди, как и мы. Просто оставляешь им еду на... Лучше, наоборот, не оставлять, можно прикормить. Просто их лучше не трогать. Они там себе сами живут. А в смысле полуживотные? Что они там, спят на деревьях? Не, ну они просто не всегда в трезвом состоянии. Скорее всего, всегда не в трезвом состоянии. Вот. И поэтому в них не всегда есть что-то человеческое. Ну вот как-то так. А у вас можно заказ сделать? Круто. Круто. Ну, я так понимаю, мы обречены купить с макаронами. Слайсом. Мы все возьмем по слайсам. Что еще здесь? Ну, наверное, это пеперони? Да. Пеперони с халапинь. Пеперони с халапинь. Блин, ну ладно. Я не очень люблю острый, если честно. Ну ладно, выкину его. Это с этим, с булатой, да? С рикотой. С рикотой, точнее. Я в них не разбираюсь. А я в честь. Это бульдог же? Я просто не разбираюсь. Разбираешься ты. Это бульдог. Все правильно. Я прибедняюсь на самом деле. Я знаменитые дакину. Ты прибедняешь знаменитые. Так. Мне нравится pet-френд для заведения, потому что я вообще не понимаю, зачем запрещали раньше собачек. Хорошо. Нам пока несут пиццу. Расскажи про улиц, как про бизнес. Во-первых, для, наверное, потенциальных инвесторов будет интересно. Да, я начну с того, что вообще улиц – это большая история. То есть это не какой-то там для нас маленький проект. Да, мы верим в то, что это штука, которая будет очень активно развиваться в ближайшие 10 лет. Эта штука называется рекреационная недвижимость. Vacation Renters. Vacation. Домик для отпуска. Да, у нас он традиционно назывался дача. Да, но я понимаю, что у людей, которые чуть постарше, чем я, это вызывает такие негативные коннотации с тем, что туда нужно ехать, не хочется ехать, а нужно. Грядки получат. Поэтому я всегда говорю, что мы сдаем дачу, наши там маркетологи меня бьют по рукам, по губам, говорят, не говори нам. Vacation Renters. Vacation Renters. Рекреационная недвижимость. Та недвижимость, которая у вас есть не с целью постоянного проживания, а с целью отдыха. Это единственная вообще сфера, единственный сегмент, который увеличил темпы роста, не просто роста, он увеличил темпы роста в пандемию в мире. Да, да, да. Это терраса и домик, да? Да, да, да. Кстати, я видел у... В нем есть кухня, в нем есть... В нем есть отопление, в нем есть туалет. Или в лес надо ходить? Все есть. Ну, в данном случае канализация у тебя на низких домов стоит септик, канализационная станция. Яма, да? Ну, грубо говоря. Нет, это не яма, это канализационная станция, которая перерабатывает... Отходы. Что она получает? Отходы. Она их делит, значит, на биомассу, которую надо периодически чистить, и на воду, которая сразу же уходит в землю. Чистая вода, она уходит в землю. Это не выгребная яма, которую нужно выкачивать. Это полноценная станция. Так. Вот, но, да, вернемся к... А расскажите вам, что... Это пепперони, это... Билла, сырная. Сырная. Макинь-чиз с макаронами и пьяно-бобой со столичными миноволами. Надо было эти две взять, потому что мы будем драться с тобой за ними. Я уже ел, я тебя... Все. Она очень вкусная, поэтому... Нет шансов. Выбирай одну, и мы остальное дадим голодным людям. Я вот, наверное, эту. Надо походу кормить жену. Обязательно. Потому что она ездит на... У нее сегодня день рождения, кстати. Ой, я вас тоже. Цветы для вас сразу. Цветы для тебя. И пицца, вот, в подарок. Так. Вернемся. То есть водичка выпадает. Да, спасибо. Да, да, это максимальный экологичный способ. Мы сразу же воду, который берем, ее очищаем и обратно пускаем в землю. Ну, косуль должна что-то пить, да? Да, косули все, да. Она специально расходится по сети подземных, там, трубочек, уходит в воду. То есть человек покупает этот дом, инвестирует. Сейчас мы расскажем, там, программу, которая может быть. И он получает этот дом на время, да? Сколько он может жить? Мы хотели с помощью Улиса дать возможность людям обзаводиться такой рекреационной недвижимостью, но не себе в тягость. Как вот обычно, когда покупаешь дачу, ты такой, блин, надо построить, потом мне надо обслуживать, а потом еще считать, сколько на денег мне на самом деле обошлось. Потому что в один год я в ней пожил месяц, а в другой год я пожил на ней два дня, а в третий вообще ни разу туда не приезжал. А постоянно нужно обслуживать. Слушай, это очень правильная идея, на самом деле. Постанно, что до этого только до... Или в мире это в целом давно. В мире это давно. В США этой индустрии уже 50 или 60 лет. Это часть американской мечты после выплаты ипотеки по основному дому взять ипотеку на коттедж у озера. Хорошо у людей есть планы на жизнь. И потому что у них есть ипотека на него, они понимают, что он не должен просто сидеть и тянуть карман. У них 60% таких коттеджей сдается в аренду. То есть они не владеют этим просто так. Давно уже. Сейчас просто рынок профессионализируется. Появляются большие и крупные игроки. Такого осознанного владения и недвижимости. Да. И у нас этого нет. У нас рынок, честно, нули, он только создается. Поэтому мы сейчас строим сами эти дома. Предлагаем инвесторам купить этот дом в рамках нашей локации. Это 20 соток земли. Это дом на одну или две спальни с подключенными коммуникациями, с уже застеленной кроватью и с приборами на кухне. Готовый к сдаче с коммуникациями, с общей инфраструктурой. Уже все, все, все есть. С косулей. С косулей, да. Я буду такое не вспоминать постоянно. И ты, когда им не пользуешься, мы его сдаем. Косуля, блин, ребята, вы часто видите из окна косули. Да, да. Косули у нас там есть, дикие птицы, всякие, как они называются, не канарейки, а куропатки. Куропатки. Кабаны могут прийти. Куропатки подлетел. Например, гости могут за три месяца бронировать, а ты можешь за полгода. Например, хочешь на Новый год, у тебя есть возможность заранее забронировать, пока она выставится в продажу. А сейчас можем мы забронировать что-то уже на Новый год? Как гости еще нет, мы за три месяца открываем, а инвестра уже могут. С 1 октября уже откроется Новый год. Ну, так мы плюс-минусы выйдем незадолго. Можно будет, я сомневаюсь, что к тому моменту останутся свободные дома, но можно будет попробовать. Инвесторы заберутся, да? Ну, инвесторы, и у нас там большой список, кто ждет. Я думаю, что мы только открываем, скажем, у нас это возможно, там пару часов, и уже все разнесется. Sold out. Круто-круто. 15% доходность – это то, что мы ориентируем. На капитал. На капитал. Ну, то есть ты инвестируешь 100 тысяч, условно говоря. 15% и 15% долларов. 20 тысяч долларов получаешь. Да. Мы говорим, ну, до 15, то есть это 12-15. Сейчас мы идем намного выше 15, но как бы… Мы работаем только 3 месяца, поэтому я не хочу там прям вешать себе медали на грудь. Но это реально история очень-очень успешная. Востребована. Востребована, поэтому она успешная. Потому что сейчас спрос значительно превышает предложение. Извини, я должен попробовать эту пиццу с макаронами. Мне кажется, это… Ну, тут есть макароны. У меня самая дикая пицца, которую я ел, была с картошкой и с чесноком. Это просто дичь какая. Ну, с картошкой есть американские такие пиццы. И куски чеснока. Просто вот такие вот. Как не надо было есть, надо было выкинуть. Ты звонишь, если что, если ты не понимаешь… Рон, что делаешь с этой пиццей? Да, вот фотка. То есть один формат – это инвестировать. Второй формат – больше с целью пользования. В этом случае ты… Во-первых, даем тебе возможность индивидуализировать дачу под себя. То есть не взять уже готовый продукт, который нами утвержден на 100%. Повесить свой портрет. Повесить свой портрет. Даже, может быть, поменять планировку этого здания. И пользоваться ей, когда ты захочешь, и говорить нам. Я буду пользоваться вот в это время, а в это время я не буду пользоваться, можете сдавать. Но при этом там немножко меняется модель. У нас, во-первых, есть фиксированный платеж каждый месяц, который должен… За управление, да? Ну, за обслуживание. Да, условно, как будто мы становимся таким ЖЭКом неким, да? За обслуживание. Листным ЖЭКом. Вот. И у нас с нашей стороны тогда нет никаких гарантий по доходности. То есть мы вместе с тобой стараемся заработать как можно больше, но ничего не обещаем. То есть вы ставите в свой там список на продажу? Да, да, мы ее добавляем в наш лист и ее арендуем. Этот формат у нас только-только готов, там, готовится к запуску, скорее всего, где-то с нового года мы его… Сделаем. А формат инвестирования у нас уже летит. Сколько вот сейчас локаций уже построено, продано? Ну, локации у нас одна. Мы только в… Хорошо, домов. Домов. В июле мы только запустились, да? Мы запустились с четырьмя тестовыми домами. То есть у нас мы специально пошли по методике MBB. Да. Запустились четырьмя тестовыми домами с тем, чтобы до конца года достроить все 20. У нас минимальный размер одного локации – это 20 домов. И у нас уже начался строительный процесс, то есть где-то как раз в январе мы, по идее, должны построить наш 20 дом. У нас 6 домов сейчас продано, еще 7 в стадии подписания, и осталось сколько там? Ну, это около… Ну, 4, 6, 7 – это 17. Нет, ну, 6 – это исключаете 4, то есть осталось где-то еще около 7 домов. 5-7 домов, окей, прикольно. То есть можно сейчас инвестировать в эту штуку? Да, можно инвестировать, там цена периодически повышается из-за того, что растут не наши аппетиты, к сожалению, а растет себестоимость производства этих домов. А кто их делает? Мы работаем с двумя подрядчиками, это юнитфаб и это скандин. Это, на наш взгляд, наши ребята, только украинские производители, да. Хорошо, и сколько стоит дом сейчас? Дом стоит тот, который поменьше 89, тот, который побольше 105. Но этот дом, 20 цветок земли, полностью комплектован, плюс там же зашита общая инфраструктура, которую мы делаем для того, чтобы этой локацией управлять. Поэтому тут как бы правильно смотреть на это в комплексе. То есть не просто квадратный метр, да? Вообще неправильно подходить к квадратным метрам. Там мы даже можем это все декомпозировать, то есть показать, откуда берется эта цена, там на самом деле нашего заработка совсем мало. А зачем тогда вы это делаете? Ну, во-первых, он есть. Во-вторых, мы планируем, что на следующих локациях мы поймем, что лишнее, что делать не нужно и как нашу маргу увеличить. То есть так, немножко учитесь пока еще, да? Осторожно учитесь. Да-да-да, мы, безусловно, учимся и нам важно как можно быстрее локацию запустить, чтобы понять, как она работает в масштабах всей локации. Ну и плюс мы же зарабатываем на управление потом после этого. Так что мы можем себе позволить недозаработать на девелопменте, но что потом мы зарабатываем на управление. В девелопменте сейчас зарабатываем там около 10%. А на управление? Сокол годовых? Ну, на управление годовых неправильно считать, потому что... Ну, чтоб сравнимо с его доходом. То есть вы там делите 50 на 50 или... Мы сейчас инвестируем больше не деньги, а больше наше время и усилия всей команды. То есть этого гораздо больше, чем прямых инвестиций туда. Если говорить о пропорции, как мы делим, то мы делим наш доход 50 на 50. Доход. Ну, вот я про это. Не прибыль, а доход. То есть вот 100% выручки от проживания мы получили, 50% идет инвестору. Причем она это видит на ежедневной основе у себя в Google таблице, сколько он зарабатывает. 50% остаются нам, из которых мы несем все операционные расходы, и там остается наша прибыль. Ну, то есть мы получаем значительно больше, чем вы. Чистыми, конечно. Да. Но он же инвестирует это все дело. Ну, понятно. Наша цель, мы хотим зарабатывать прибыль, наша прибыль, 10% от общего объема, плюс дополнительные услуги, которые мы там будем предоставлять. То есть мы на дополнительных услугах зарабатываем все себе и 10% прибыли от общего объема. Ну, то есть получается 7 лет окупаемости для инвестора. Плюс-минус, да. Это если не считать рост, потенциальный рост стоимости этой недвижимости. Земля растет, ну, земля точно будет расти. А я думаю, что недвижимость тоже вырастет. По крайней мере, уже сейчас первый наш инвестор купил дом за 95, который сейчас мы продаем за 105. То есть он уже за 3 месяца... Три месяца назад. Три месяца назад. Он уже за 3 месяца заработал плюс 10 тысяч долларов в свои инвестиции. Слушай, ты на бороде рассказывал, что у вас там часто живут звезды, и, да? Ну, подживаю, да. Ну, окей, не будем называть имена, но ты выходишь, и тут у тебя напротив, там, как-то. Какой-нибудь известный музыкант, например. Такое вполне может быть. Или известный ресторатор, который открыл, там, тайский привет или комету, да, там. Наша концепция там такая, чтобы как раз, наоборот, дать возможность людям уединиться. Они не видят друг друга, да, в прямой видимости? Ну, как бы, конечно, ты можешь увидеть друг друга, потому что вы ходите там по одним... В полям. В полям, да. Ты можешь проходить мимо и увидеть, что на террасе кто-то сидит знакомый. Но у нас нету мест скопления людей. У нас нет ресторана. Мы вместо ресторана будем делать кейтеринг, доставку еды в номер. У нас один дом стоит на 20 сотках. То есть это... Ты максимум из своего дома будешь видеть один соседний дом, а то мы стараемся так выставить, чтобы они не стояли терраса к террасе. А если ты его видишь, то ты видишь какую-то там боковую часть. Заднюю часть, ага. Мы стараемся дать то, что ты, как городской житель, не можешь получить в городе. Простор, уединение, костер, камин, мангал пожарить что-то, там, большую террасу. Мы осознанно не пытаемся тебя удивить какими-то дорогими... Дорогой мебелью или там каким-то эксклюзивным дизайном. Дизайн, безусловно, у нас выдержанный. То есть мы не делаем какое-то... Глазам должно быть приятно. Но мы понимаем, что, условно, там, самый лучший кофе, скорее всего, ты выпьешь где-нибудь на Рейтерской, да, или там, или на Ярвалу. У нас мы тебе даем кофе, но мы не пытаемся поставить какую-то дорогую машину за 2 тысячи долларов. У нас хороший кофе ловаться, капсульный. То есть ты удаляешь свою потребность на достойном уровне, но это не то, зачем ты туда едешь. Не лакшери, да? Да, это не лакшери. Наши лакшери – это лес и речка вокруг. Отсутствие заборов, просторы. И аватары с косулими. Ну, и аватары с косулими. Которые голодными глазами смотрят на тебя. Один неотъемлемый, неотъемлемый, да. Из леса. Составляющая дикой природы. Слушай, что-то хотел спросить. Много сейчас игроков на этом рынке? Он какой? Ну, в каком он состоянии? Он зарождающийся или он уже... Состояние зародыша. Состояние зародыша, причем... Вы одни из первых. Ну, я думаю, что мы первые системные игроки. По крайней мере, те, кто заявляет себя, как те, кто планирует стать системой. Потому что у вас есть предыдущая экспертиза управления недвижимостью. Ну, и мы сейчас подходим к этому достаточно системно. То есть те инвестиции, которые мы вот это делаем, та команда, которую мы под это собрали, она явно не ради 4 домов и даже не ради 20. Конечно, уже там последние 5-6 лет появлялись отдельные какие-то домики в Карпатах, там под Киевом, домик на дереве какой-то, который там забронирован на 4 месяцев в год. Но это такой, скорее, крафтовый бизнес. Когда ты сам себе реализовал свою идею, свою мечту, им управляешь, все хорошо, но это больше не про бизнес, а про самозанятость. Я могу сказать, что даже 4 домами управлять системно, выстроить, чтобы там была команда, это невозможно. Это оно того не стоит. Вот 20-25, я надеюсь, у нас получится. То есть это ваша точка как бы 0, да? Да, точка 0 у нас 20, вот 25 это то, что мы хорошо себя чувствуем, устойчиво и зарабатываем. Круто. Ну, то есть потенциально это может быть, как ты, опять же, по-моему, рассказывал на Борде, по всей Украине, когда ты... Да. И в том числе это можно шерить же, да? Или нет? Абсолютно, да. Ну, то есть вот у инвестора, у него одинаковые правила пользования любым домом в сети. То есть на тех же самых условиях ты можешь пожить в своей даче, в соседней даче, в доме. И он не будет против, да? Ну, у нас как бы никто не будет против, потому что ты это бронируешь на общих основаниях. Или снять домик в Карпатах, пока твоя дача, твой дом под Киевом сдается кому-то другому. Она тебе там зарабатывает деньги, из которых ты живешь в Карпатах. Ну, это шеринг иконами. У нас недавно был выпуск на канале с Гетман Кар. Да. Ребята, которые тоже думают такими же примерно категориями. Ты можешь выехать из Киева, приехать в Карпаты, в свой улис, оставить там машину и потом... Все стали мобильными. С одной стороны, все стали мобильными. Ты не знаешь, где ты будешь жить, где ты будешь находиться там через год. Конечно, сейчас карантин и пандемия нас немножечко всех придавило, и мы осели. Но это все закончится. Ну, 100% закончится. У меня нет в этом никаких сомнений. Вон, уже сегодня читал, что Pfizer заявили, что они предрекают полное окончание пандемии в следующем году. Они таблетки уже делают. Для лечения. Да. Для профилактики. Ну, то есть, как это с пазмогом выиграл. То есть, как бы, это какая-то время... Не реклама лекарственных средств. Это временная история, которая должна, наверное, чему-то всех нас научить человечество, да, там, как-то перестроиться, как, не знаю, как война, да, которая, ну, тогда она закончится. Это, типа, это негативная какая-то сторона. А вас чему научила пандемию? Меня как личность или нас как компания? Ну, как предпринимателя, да. Тебя. Ну, во-первых... Не инвестировать в хостел, это понятно. Продавать хостел перед пандемией. С хостелами тоже все будет в порядке. Бизнес-отелям будет крайне тяжело. Им уже тяжело, и будет еще хуже. И вот в бизнес-отеле я бы точно не рекомендовал инвестировать никому. Чему меня научило? Тому, что вообще мы сейчас по-другому относимся к построению команды, к построению отношений внутри команды. Полная свобода и максимальная ответственность дает нам возможность меньше контролировать людей, не быть привязанными к офису. Одна из аудиторий, которую мы видим, например, в Улисе, это не только те, которые хотят сбежать из города, но и которые хотят выехать поработать где-то вне города, вне городских декораций. А, кстати, в будни какая загрузка? Ну, пока очень высокая, поэтому мы даже не знаем, когда этих ребят принимать, потому что сейчас у нас в сентябре 93% загрузок. Ну, то есть 93% дней в сентябре загружены постоянно? 93% номера ночей, которые у нас есть, да, загружены, загружены. А как это 93% если у вас 4 дома? Вы как, вы считаете часы? Нет, почему? У вас 4 дома? Условно, у тебя прошло 23 дня. 23 дня умножить на 4, это будет 92, правильно? Ну, я имею в виду. 92 номера ночи, из них 93% было занято, 7% осталось свободно. За месяц, окей. За месяц, да. В среднем, то есть мы пользуемся программой, которая нам эту циферку показывает. Так вот, да, люди будут работать удаленно, они уже работают удаленно, и они захотят работать удаленно не только из своего дома, но и выехать куда-то на природу вместо тесной квартиры на виноградере поработать на природе. И мы для этих гостей как бы делаем наш продукт, отчасти для них. И поэтому нам тоже как-то неправильно наших сотрудников впихивать в рамки офисной работы. Вот, у нас сейчас, у нас был большой офис, сейчас мы работаем в каворкинге. Еще нужно придумывать, как людей туда пригласить. У нас совещание, ну, приходите, ну, пожалуйста, у нас будет пицца. Вино. Вино, да. Это в прошлом выпуске у нас Марина Авдеева говорила, что удаленка – это полная фигня. Ну, то есть они не верят в эту историю. Ну, я думаю, что каждая компания по итогу пандемии для себя ответила – это полная фигня или это огонь. Да, но я думаю, что за этим будущее. Я думаю, что все к этому придут рано или поздно, потому что условия будут диктовать сотрудники. Сотрудники будут говорить – у вас надо в офис ходить, до свидания. Пока. Они растут уже в эпоху огромного количества информации, и они вынуждены уметь себя организовывать, потому что иначе они в этом потоке информации потонут. И они точно так же самоорганизовывают себя и с задачами. То есть мы… Я кайфую сейчас, когда мы работаем с какими-то аутсорсерами, которые сами себя организовывают, им нужно давать компьютеры, им нужно давать рабочее место. Ты договариваешься о конкретных задачах, о сроках, и ты спрашиваешь о результате. Нафига мне брать этого человека в штат, оформлять ему все документы. Платить налоги. Да. Если он не справился со своими обязанностями, я же не могу ему не заплатить. Я ему должен платить раз в месяц? Ну, типа, не важно, что мы договорились, а он не сделал. Он скажет, что у меня не было настроения, я болел, или очень много задач, я не могу столько выполнять. Тут каждый как бы сам себе хозяин. И это очень круто. Ну, не знаю, мне это очень нравится. Я не могу сказать, что мы пока, что мы уже… На 100%. Научились на 100% с этим работать, вопросов еще больше, чем ответов, но я верю, что за этим будущее. Мы, когда готовились к улицу, делали специально поездку в Штаты, изучали их рынок. Потому что это самый развитый рынок, recreational, вот этот вот, vacation rent. Вы это планировали еще до пандемии, да? Ну, мы планировали это изначально как туристическую поездку, но в итоге она превратилась в рабочую. Так. Да, планировали до пандемии. И одной из точек нашего пребывания было Сан-Франциско. Город, который… В стиле диска. Да, в стиле диска, и там кипит, кипит… Как бы тест на возраст, чтобы понятнее было. Я еще там был, да. Пусто. Там никого нет. Мы уже были в период, когда они уже выходили из локдауна, то есть уже не было карантинных ограничений. Люди принципиально не хотят возвращаться в офисы. Они прочувствовали за год вот кайф от того, что у них появилось плюс 2-3 часа времени из-за отсутствия необходимости ездить в центр Сан-Франциско. Ну, я не знаю, ты, наверное, в курсе там вот этих даже петиций, когда массово там сотрудники Apple пишут заявление, что нет, мы не будем возвращаться. Там, Facebook тоже там. Пошли вы нафиг. Я думаю, что это невозможно и неправильно не принимать во внимание. Другое дело, насколько ты можешь в свою культуру это внедрить, и настолько быстро. Но закрывать на это глаза и говорить, что это сейчас все пройдет, я не думаю, что не пройдет. Друзья, в общем, мы... Это просто такая дружеская история. Ставим ссылочку на этот мессонный пакет в описании. Круто. Может быть, кто-то из вас еще успеет инвестировать в этот бизнес будущего. Давайте разыграем. У нас есть бутылочка вина. Я думаю, знаешь, что у нас всегда конкурсы... А, слушай, на свитон реально похоже на такой компотик. Да. Оно не прозрачное вообще. Да, компотик. Компотик. Я люблю такие. Может, я и выиграю в конкурсе и смогу сам насладиться. Задача... Я шучу, конечно. То есть, можно будет выиграть. Написать комментарий, подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий, свою историю отдыха где угодно. На даче, да, вот на этом старого типа, на, не знаю, где-то... Какой-то базе отдыха, какой-то дом, может быть. Дикого, да, наверное, давайте дикого отдыха. То есть, что с вами случилось, каких косуль вы видели, каких вы, что вы там пили, как вы там выживали, в общем. Пишите в комментариях, и мы выберем самую дикую, интересную или просто забавную историю, и вручим ее автору вот эту вот бутылочку. Вина. Говорят, что это вино. Итальянское, я вижу. Да, итальянское вино. Жень, тебе спасибо большое за разговор, за локацию, за прикольную концепцию. Будем бывать здесь чаще. Рейтерская стёрка. Приходите, да. Спасибо. Круто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова